Китай Майт, а кенгурение продолжается. И как видите, по моему такому прикиду сегодня, на улице довольно прохладно стало. Сейчас 14 градусов тепла в полседьмого утра, и, ну, это говорит о том, что зима, зима грядёт. С чашки, с горячим чаем всегда идёт пар. В общем, пора бы, пора бы подумать о зиме. И вот хочу в этом видео рассказать о том, как выглядит зима в Брисбане и как правильно к ней подготовиться. Потому что вопрос волнует многих. Недавно на канале Галина задала такой вопрос, и это вот сподвигло меня записать это видео. Зима в Брисбане довольно тёплое время года. Я бы её назвал летом для путешествий, в противовес летом для пляжа, которое здесь в обычное лето бывает. Тлится она где-то с июня по август. Июнь такой самый тёплый из зимних месяцев. Средняя минимальная температура около 10 градусов колеблется. Средняя дневная температура колеблется в районе 22 градусов. Рекордно низкая температура была 2,3 градуса зарегистрирована на метеостанции Брисбана. Если рассматривать западные сабёрбы, то будет чуть-чуть попрохладнее. Где-то на 1 градус. В Ипсвичи температура всегда ниже. Также по утрам здесь бывают туманы. Чаще всего они бывают в конце осени, в начале зимы. И где-то 5-6 дней с туманами может быть с утра. Едешь прямо как ёжик в тумане. Так очень интересно, красиво и необычно выглядят по сравнению с солнечным утром. Зимой дожди идут редко. Зима – это сухой сезон в Брисбане. Небо голубое. Ни единой тучки на нём нету. Но вот что удивляет в этом небе, что оно немножко белесоватое. Такое чувство, что его много-много раз стирали, оно успело немножко полинять и выцвести. Также есть одно очень интересное событие, обозначающее поворот зимы на весну. И это Вестерлис. Я как раз в прошлом августе немножко поснимал это замечательное событие. И сейчас расскажу вам о нём. В Брисбан пришли в Вестерлис. Ветра из центра континента, которые дуют в сторону побережья. Местные радуются, говорят, вот, болезни сдует все, потому что как грибовый сезон тут видимо у них, конец июля, начало августа. Ветра дуют сильные, деревья шатают неслабо. Так и жду, как соседскую крышу пронесёт мимо окна. Ну, пока вроде не проносила. Тем не менее, дует хорошо. Август принёсит в Вестерлис, становится сухо, трава желтеет и исчезает. Такое чувство возникает в этот последний месяц зимы, что как-то уже невесело, неинтересно становится вокруг. Деревья вместо зелёных оливковые, грустно. Но приходит весна, и это всё проходит. И ты понимаешь, что у тебя было ровно то же чувство, какое бывает зимой в феврале в России, когда ты сидишь среди зимы, не знаешь, когда она кончится, и у тебя прямо вот ощущение некой пустоты и безвыходной ситуации. Но, к счастью, это всё временно. И на это надо знать. Такая вот странная здесь австралийской зимой возникает депрессия. Вроде и солнца полно, но тем не менее, зима, она всё-таки чувствуется, даже если она зелёная. С приходом зимы меняется не только природа, но и ассортимент в местных магазинах, вроде Таргета, Биг Даблью и Кеймарта. Эта троица доступна практически везде в Австралии, и в ней много чего можно купить полезного для дома. В частности, полезного для зимы. Зимой в них появляется огромное количество очень тёплых пижам, которых днём с огнём не сыщешь летом. Кому они нужны? Летом и без пижам это жарко. Также появляется огромное количество всяких вязаных головных уборов, перчаток и прочих атрибутов российской зимы. И огромные-огромные сейлы начинаются на всё летнее. За исключением серфов. Серфы, похоже, популярны круглый год. В них, наверное, в вязаных шапках катаются как раз. Появляется огромное количество домашней обуви. Эдакие супертёплые тапочки с помпончиками. Без них, в общем-то, довольно прохладно ходить дома. Также появляется огромное количество тёплых халатов, чтобы, выйдя из душа, можно было не замёрзнуть. В комплекте к ним полагаются, естественно, банные угги. Мужчин, в общем-то, тоже вниманием не обошли. И кому не нравятся дамские тапочки с помпончиками, есть такие брутальненькие медвежьи лапы. Вот это вот полярный медведь или медведь бурый. Педикюр, как видите, очень хорошо выполнён. Можно о своём не беспокоиться. Засунул ноги в тапочки, и тепло, и хорошо, и выглядит классно. Наконец мы добрались до отдела, где есть всякие тёплые штуки для спальни. Здесь представлены в огромных количествах комфортер, килты и прочие страшные названия, в которых никто не разбирается. Ага, значит, по названиям. Килт и дуна — это название одеял. Комфортер — это то, что натягивается сверху одеяла, чтобы было тепло. И throw — это лёгкая накидка. У большинства одеял есть рейтинг. У Ultra Warmth 4 — это, говорят, просто жесть, и в Брисбоне не нужно. Максимум нужно 3. Есть средние тёплости — это номер 2, под которым практически нет времени спать, потому что тут с жары на прохладу довольно резко переходит. Номер 3 оказался самым применимым в брисбонской зиме, если поверх него натягивать бланкет. И номер 1 — это, наверное, что-то запасное на лето, на прохладную ночь. Помимо, собственно, одеял, есть ещё матрас-протекторы. Это то, что кладут на матрас, чтобы немножко утеплиться снизу. Вот этот бланкет точно такой же, как у меня. Им очень удобно накрывать поверх одеяла для того, чтобы ночью не мёрзнуть. Также есть накидки, которые называются throw. И по большому счёту они все не очень тёплые. Во! Видите? Крокодил. Опасное дело Австралия. Куда не пойдёшь, обязательно крокодил где-нибудь тебя поджидает. А говорят, нету их в Брисбоне. Тысячу кмэ на север надо за ними чесать. А нет. Ну ладно, не будем отвлекаться. Throw очень редко бывает тёплым, как вот это. Чаще всего это очень тонкая накидка. По большому счёту накинуть на себя, когда сидите в кресле, чтобы не мёрзнуть. Они довольно тоненькие. Даже вот оно выглядит пушистым, а тепла особо оно не даёт. То есть так, градусов на 19-20. Есть вообще Polar Fleece, который больше похож на простыню, чем на что-то тёплое. Но, тем не менее, выбрать есть из чего. Люди очень беспокоятся, а есть ли здесь обогреватели. Обогревателей здесь полно, на самом деле. Если вы хотите накручивать свой счётчик, пожалуйста, идёте в ближайший Kmart, Big W или Target и берёте обогреватели. Обогреватели есть керамические, есть на излучении построенные, есть масляные радиаторы, есть радиаторы с вентилятором. В общем, чёрные, белые, всех цветов радуги, пожалуйста, никаких проблем с обогревателями в Австралии нет. Единственная проблема – они электричество потребляют, и за них надо платить. Именно поэтому я попытался последовать совету местных и просто утепляться лёжа в кровати. Потому что тебе же надо, чтобы в кровати было тепло, а не вообще во всей комнате. И оказалось, что оно работает, и это не так страшно. Так что, в общем-то, я всем рекомендую попробовать так акклиматизироваться. Потому что, действительно, обогреватель не так уж и нужен в спальне. В прохладном воздухе спится как-то даже лучше такое чувство, что высыпаешься быстрее. На мой взгляд, электрические простыни оказались не очень полезными в Бризбане. Но, тем не менее, может быть, кому-то будет холодно, и ему они понадобятся. Выглядят они примерно все одинаково, исключение только в том, что некоторые из них имеют покрытие в виде шерпы, а некоторые просто, как у меня, довольно гладенькие. Может быть, шерпы было бы мягче, не знаю, но я выбрал гладкое. Также обратите внимание, что модели, рассчитанные на двуспальные кровати, типа Double, Queen, King, они все имеют два пульта. Соответственно, если у вас двое и у вас разные предпочтения по температуре, каждый может настроить тот уровень жара, который его устраивает. Также есть накидки. Это то, что можно держать где-нибудь рядом с диванчиком, и когда смотрите телевизор вечером, накидывать на коленки, чтобы было не холодно. Также упоминавшаяся ранее подкладка на матрас, довольно теплая. Теплая говорят, что, в принципе, лишняя она в брисбанском климате. Тем не менее, если вам кажется, что у вас охлаждается снизу все, через матрас тепло уходит, вот самое то, именно эту шерпу на него накинуть будет тепло. Вообще, без всяких электрических простыней. Говоря о размерах австралийских, вы всегда можете проверить википедию. Группа говоря, размеры следующие. Single – это одиночная обычная кровать. King Single – это большая односпальная кровать. Double – это что-то вроде нашего полутораспального. Queen – это маленькая кровать на двоих. Я бы не сказал, что она большая, но двое поместятся. И есть, конечно, King. King – это большая двуспальная кровать. То, что мы, наверное, считаем некоторым стандартом. Сейчас покажу немножко основные причины такого холода в австралийских домах. Во-первых, как вы видите, огромные-огромные площади стекления. Огромные двери стеклянные на бэк-ярд. Естественно, радиационное выхолаживание помещений идет на ура. Также австралийцы не знают про стеклопакеты, судя по всему. Видите, здесь всего-навсего одно единственное стекло. За счет того, что оно на резинках вставлено, оно, конечно, тишину дает хорошую. Но, к сожалению, есть беда с тем, что остужается все это очень быстро. И также, надо сказать, что здесь не только одно стекло. Вот здесь вот еще в этой щелочке, в этом пазике, где ездит сдвижная часть окна, там на самом деле вентиляционные отверстия имеются, которые при наличии ветра замечательно задувают холод в ваш дом. Таким относительно хорошим решением является закрывать окно, потому что как бы и радиационное выхолаживание останавливаете, и есть еще шанс, что оно немножко уменьшить конвекцию, тоже таким образом охлаждение будет уменьшено. У меня дом с хорошим классом энергоэффективности, поэтому у меня особых щелей под дверями нету, вот только в гараже под дверь можно засунуть руку. Но вот такая вот щель – это некий стандарт во всех австралийских домах на входе, поэтому если вы хотите, чтобы у вас через щель холодный воздух зимой не забирался, или горячий летом не задувало два варианта. Можно либо приклеить вот такую вот щеточку, либо продаются door snake. Это такая тяжелая, набитая, по-моему, то ли песком, то ли еще чем-то, колбаса такая, подкладывается под дверь, называется door snake, дверная змея. Ну, народ австралийцы не очень заморачивается, я видел, полотенце активно используют подтыкать под дверь, это как бы, чтобы не дуло. Кондиционер. Кондиционер – не только ваш лучший друг во время австралийских жарких дней, он также хорошо спасает вас холодным зимним австралийским утром. Дело в том, что кондиционер, как вы знаете, всего-навсего является теплонасосом, он перекачивает тепло из дома на улицу. Есть модели, которые умеют делать это реверсивно, переклачивая тепло с улицы в дом. Особого тепла, конечно, на улице нет, но, тем не менее, явление теплового насоса присутствует, и на градус на 2 охладив наружный блок, можно эти градус 2 добавить внутри, что, собственно, кондиционером и используется. Переводите кондиционер в режим солнышка, и у вас он греет. Если кондиционер можно заставить работать по расписанию, то прямо шикарно, потому что в данном случае вы можете существенно сэкономить на электричестве, заставив его включаться утром, перед тем, как вы встаете на работу. Будет прям хорошо, тепло, и не надо будет кутаться во все, что только можно. В этой комнате я собрал комплект для выживания в австралийской зиме. Собственно, что вам понадобится для того, чтобы выживать на улице? Джинсы, кроссовки, в моем случае довольно хорошо вентилируемые, футболка, ветровка на случай реально сильного ветра, если вы в горы поедете, шляпа, очки и крем от солнца. Да, обгореть здесь можно даже зимой. Но самое главное, самое главное, это карты и машина. Дело в том, что зима в Австралии – это период, когда можно путешествовать. Просто отличнейшее время, можно шикарно это время провести, везти с друзьями, куда-нибудь поехав. Можно исследовать разные уголки, ходить в горы, еще куда-нибудь. И не будет все это экстремально жарко, потому что самая проблема путешествий летом – это что просто упариваешься неимоверно, и не можешь особо нигде походить. Так, кота с собой брать необязательно, кстати. Но, если он у вас есть, он, наверное, тоже оценит австралийскую зиму, ему будет не так жарко. Но да ладно. А это комплект для выживания ночью в доме. Дело в том, что на улице вы находитесь, когда день, светит солнце и относительно тепло выше 20 градусов. Крайне редко опускается температура до 16, 17, 18 в Брисбоне днем. Прошлой зимой вообще не было ни одного дня меньше 20 градусов. А вот ночью, ночью бывает похолодание до 2, до 3 градусов, особенно если вы живете в западной части Брисбона, подальше от океана. И вам просто обязательно понадобятся теплые штаны. Как говорил Лос-Ада с ночёсом, да, в принципе, оно помогает. Лучше, чем просто в каких-нибудь шортах ходить. Это слишком прохладно здесь по ночам. Толстовка. Толстовка прямо обязательная вещь, особенно с капюшоном. Дело в том, что если сидишь просто в помещении, за компьютером работаешь или еще что-нибудь делаешь, сидишь на месте и вроде как охлаждаешься. Также вам понадобится чашка и боврил. Боврил – это такая известная английская штука. Очень шикарно согревает. Не все же одним чаем пробавляться. К тому, как укладывать кровать, я переведу чуть позже, но тем не менее. Одеяло номер 3 пухленькое, одеяло номер 2, не такое пухленькое, плед и электронагреватель. Вот насчет электронагревателя, не знаю, не скажу, что он прямо суперобязательный. Это такая подкладывается под простыню. Я, наверное, за всю зиму прошлую поспал только один раз. А прошлой зимой было очень много дней, когда я просыпался с утра, на градуснике в комнате был 12-13 градусов. Тем не менее, я ее купил попробовать, и вот что мне в ней не понравилось, так это вот то, что здесь такие вот проводки, она из-за этого более жесткой кажется. Когда вынимаешь ее, прям чувствуется, ой, наконец-то опять мягкая кровать. И как большинство австралийских всяких... Забыл, как называется по-русски. Фиттершитс. Простыни, вот. Оно на резиночке. Соответственно, вы это на матрас надеваете, вот эта сеточка идет по бокам, и снизу резиночки поддерживаются. Получается, что он никуда не сползает. Я его применял, наверное, раз так 20, в основном для того, чтобы нагреть кровать. Включаете его, через 10 минут приходите, почистив зубы, и выключаете и заваливаете издрыхнуть. Вообще, отлично, кровать теплая. Потому что залезать в холодную кровать неинтересно. Но, как говорит моя супруга, а что фен было не засунуть в кровать? То же самое и за одну минуту. Вот. Такой вариант. Ну, да, у женщин есть фены, у мужчин фенов нет. Так что, если у вас есть фен, то вы считаете подготовлены. В общем, не такая обязательная вещь от электропростыня. Итак, как спать ночью зимой в Брисбане, и при этом не мерзнуть без обогревателя, чтобы не жечь ценное электричество? На самом деле, как просветили меня местные, для этого достаточно немножко утеплиться и сделать некие слои. Во-первых, на матрас положить матрас-протектор. Ну, в данном случае я какой-то плед положил. Есть шикарные шерпоски, но это совсем, говорят, жарко. Основная задача, чтобы тепло не уходило вниз. Некоторые даже вот эту вот фольгированную пенку стелят просто под матрас, вообще не заморачиваются ничего сверху класть. Потом, собственно, под простыню можно запихнуть нагревательную электропростыню, нагревательную, которую прогревает кровать, но, к сожалению, она дает некое такое чувство жесткости на кровати и не совсем комфортно спать по сравнению с обычным матрасом. Дальше все как обычно. Обычное одеяло. Довольно тоненькое, ну, или потолще. Зависит от того, как вам будет удобно засыпать вечером. Вдоль кровати положено плед и одеяло. Дело в том, что температура в доме гуляет довольно сильно. Если, когда вы засыпаете, у вас там может быть 21-22 градуса в комнате, к утру может быть 12-13. 10 градусов разница – это серьезно. Соответственно, одеяло, под которым вы засыпали, будет некомфортно утром. А сразу засыпать под жарким одеялом, так это упаритесь, пока засыпать будете. Поэтому в ногах просто складывается одеяло, которое в полуслунном состоянии можете на себя натянуть, и будет вам тепло. Также, на всякий случай, еще и плед. Если уж будет совсем холодно, еще и его сверху натянуть. И будет вам совсем-совсем тепло. У меня, правда, до второго одеяла дело так и не дошло. Хватило вполне пледом накрываться поверх одеяла номер 3. И вот так вот я всю зиму и провел. Буквально пару раз попытался спать на включенной на минимуме электропростыне. Оно, конечно, чувствуешь себя сосиской на барбекю. Жарит очень так основательно. Поэтому два... Да я, по-моему, только одну ночь с ней так и поспал. Остальное просто выключил и все. Потом использовал подогревать постель перед сном. Ну, так, чтобы совсем комфортно было туда залезать. Чтобы не было ощущения залезания в холодную прорубь. Такова подготовка к австралийской зиме. Ничего сложного нету. Надо просто купить одеяло и какую-нибудь теплую одежду домой. Потому что здесь холоднее все-таки дома, чем на улице зимой. И причина банальна. Дома очень быстро выстужаются. Летом это большой плюс. Нет такой страшной жары по ночам. Но зимой это некоторый минус. Надо просто под одеяло запрыгивать и не пытаться жить по старым правилам домов с центральным отоплением. И все будет замечательно. Местные уже столетиями так живут. И вроде как все хорошо у них. Это видео первое по серии Brisbane 101. Будет целая серия таких видео. На тему того, как жить в Брисбоне. Как здесь обустраиваются. Какие особенности по отношению к Брисбоне имеются. Также в планах у меня сидит Australia 101. Где я буду рассказывать про особенности Австралии для новичков. Собственно поэтому серия называется 101 101. Именно так здесь принято называть. Книжки, рассчитанные на людей, впервые знакомящиеся системой. Задача которых рассказать как можно больше и дать некий старт вашему изучению этой темы. Надеюсь, что это дело будет полезным. Также хочу еще раз поблагодарить Галину за ее вопрос. Прям натолкнули вы меня на такие мысли. Очень полезно иногда почитать комментарии. Бывает, чтобы почерпнуть некого вдохновения. Спасибо большое. И если видео вам показалось интересным, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. И в следующем видео я уже начинаю рассказывать про период предшествующей поездки в Москву. И как я собственно в Москву съездил на рождественские каникулы. Затянул, но по крайней мере сделаю. На этом пожалуй все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok